Олеся Берлова возвращается на сцену. Сегодня в программе «Простые вопросы» – одна из самых ярких и зажигательных белорусских артисток. Вот я то, чего хотела, я достигла раньше времени. Интересно делать одно и то же. А мне нравится поперек моды. Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в отеле «Пекин» мы имеем замечательную возможность беседовать, наверное, с одной из самых ярких представительниц национальной и не только белорусской сцены нулевых годов. Лидера в свое время группы «Монтана», потом создателя и участница дуэта, или потом уже даже трио группы «Трио Мэри Поппинс» – Олеся Берулава. Добрый вечер. Добрый вечер. Олеся, вы заявили о большом возвращении. И, в общем-то, концерт группы «Монтана», то есть, с которой вы начинали свою собственную яркую карьеру, это что, из разряда такого большого возвращения и новой жизни этой группы? Или надо говорить о том, что это из разряда тех вот таких ностальгических концертов «Здравствуйте, 20 лет спустя». Нет, первое. Это большое возвращение. И мы его уже не только этим концертом отметили, но и новым клипом. Правда, это номер. То есть, это песня. Песня – это сэндтрек к кино. То есть, это, я считаю, киноклипом. Это номер. Это не значит, что мы теперь серф-рок все время будем играть. Мы играем даже песни «Мэри Поппинс», ну, потому что все свое. И так очень по-разному. И мы придумали, что мы будем вас, дорогие зрители, радовать номерами. Вот сейчас такой номер. Ну, и так, значит, «Мэри Поппинс» в свое время произвел колоссальное впечатление на всю нашу аудиторию. Я помню, я сам занимался организацией этих телевизионных хит-парадов, и вы побеждали с большим отрывом, беспрекословно, без всякой вроде бы команды фанатов по народному голосованию. А потом ваш дуэт стал трио. Вы сделали попытку развернуть свою деятельность. Уже за пределами Белоруссии и России. Но все это остановилось. Почему? Скорее была отмазка, что мы разворачивать свою деятельность собираемся. Просто немножечко мы устали с девчонками, потому что ни Маринка, ни Люся на самом деле не очень хотели петь. То есть Маринка художник, Люся, как сейчас выяснилось, кулинар. При этом надо отметить, что вы три сестры. Да. Просто здесь это было весело. И как не попеть со старшей сестрой? Тем более, что такие все красивые, музыкальные, и все хорошо получается. А так как мы уже немножечко уперлись головой, то есть нам хотелось сделать только очень что-то, прям очень, тоже каждый раз что-нибудь неожиданное. А потом это уже как бы в Белоруссии сложно было монетизировать настолько, насколько мы хотели. И мы как бы поехали монетизировать в Россию. Там больше рынок. Вот где-то годик мы поиграли концерты. И очень-очень быстро стало понятно, что на самом деле только я хочу песни петь. И я просто отпустила девчонок. Мы свернули все это. И так, значит, средняя сестра занимается фотографией? Она плавит стекло. Вот так вот? Да. Муранское. А что делает самая младшая сестра? Самая младшая сестра тортики печет и делает какие-то космические конфеты. Там с нереальными ингредиентами. Там, например, лаванда. Значит, они все как-то нашли нормальное дело, а Олеся решила вернуться в рок-н-ролл. Ну, я считаю, это очень нормальным делом, во-первых. Во-вторых, я напутешествовалась столько, сколько мечтала давно. За все за это время. Да. И теперь, ну, если честно, я вообще не хотела продолжать. Что-то как-то вот сильно, видимо, под конец уже я перенапряглась. А потом появились люди, музыканты, панк-рокеры молодые, которые мне просто писали, 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 писали. Я сначала отнекивалась, думала, не, не хочу я вот опять все это, все сначала. Потом постепенно я поняла, что вот сейчас это не я. Не прошло и три года. И мы с 8 января уже репетируем. И уже играем концерты. Ну, и так, значит, возвращение началось с видеоклипа и новой песни, насколько я понимаю, песни 5. Киноклипа. Киноклипа, да. Честно говоря, после тех видеоклипов, которые делала Мэри Поппинс, которые были «Я есть твой бог, меня зовут, любовь» или картинки, насыщенные таким креативом, который был на голову выше всего того, что делалось, не только в Беларуси. В общем-то, ну, достаточно такая распространенная и привычная история. Поленились, не захотели или просто захотели показать друзей мексиканского телосложения. Теперь мы будем долго песни петь О песни петь, конечно, о любви О солнце, облаках, дождях весной О том, что счастье только позови Окажется тайной за спиной Дело в том, что неинтересно делать одно и то же, правильно? Вот, допустим, клип «Любовь» шикарен. Рома Васьянов – великолепный режиссер. Но сейчас я познакомилась с еще одним режиссером, который не хуже, мягко говоря. Вот мне нравятся другие истории. Тогда мы были такие все блондинки соблазнительные, а сейчас я не блондинка. Я хочу, чтобы восхищались люди. Ну, там тоже, в общем-то, не так много этого «Бонни и Клайт». Нет уж такого героизма. Там постреляли... Это гротеск, это жанр такой, это стилизация. Ну, мой любимый режиссер Родригес, один из любимых, который насел в голову навсегда. Наконец-то он оттуда вылез ненадолго. Это не значит, что мы теперь всегда будем такие клипы снимать. Я же говорила. Следующий я даже не представляю, какой будет. Самое сложное, Алис, это вот быть как бы на пике моды, на пике востребованности во всем. Что касается музыки, таких примеров очень немного. Ну, вот, по большому счету, как бы такой долгожительный пример может являться только Мадонна, наверное, пожалуй, которая очень много раз каждым альбом обновлялась, все время оставалась удивительно современной. То, что прозвучало в новой песне «Монтана», это то же самое, что звучало, ну, наверное, лет 15, а то, по-моему, может быть, уже и 20 назад. Ойли. В общем-то, ну, по сравнению с тем, с той белорусской командой, которой мы тоже там отчасти гордимся, как Айова, которые звучат, ну, значительно моднее. А значит ли это, что как бы просто будете бить в ту нишу тех, которые говорят, эх, моя молодость вернулась? Конечно, нет. Это такой номер. Это стилизация под серф-рок начала 70-х, если кто заметил. Это совсем не какая-то немодная музыка. Просто такого нет. А мне нравится поперек моды. Допустим, если сейчас модно розовые волосы, у меня будут рыжие. Если модно холодные, у меня будут теплые. А я помню, что вы все время были рыжие. Ражды были. Как мне кто-то сказал, единственное, что меняется во всех моих видео, это цвет волос мой. Как вы сочиняете песни? Это на гитаре, на фортепиано? И как вы пишете тексты, откуда вы делаете историю? Кстати, вот именно эту песню, вот песни петь, я сочнила пять лет назад, совершенно не собираясь продолжать заниматься шоу-бизнесом или там начинать. И когда я ее сочинила, вот все, она уже появилась, я подумала, вот если бы я захотела вернуться, то, наверное, с этой песней. И, наверное, только эта песня меня бы, может быть, соблазнила опять вернуться. Но я подумала и забыла. И правда, я не то чтобы там какие-то планы строила, я правда не собиралась. Но, вот, видимо, она захотела увидеть мир. Ну, вот помните, наверное, одна из самых первых песен, взлетевших в радиоэфир и ставшей популярной, как раз группа Монтана, как не жалея маникюра, я играла на гитаре, только бы ты меня заметил и так далее. Наоборот. Чтобы не заметил. Как же это сочиняется? Вы играете на гитаре, берете листья, беру ножницы, стригу ногти на левой руке, играю на гитаре, потом смотрю, как стерся лак, и рождаются строчки. Что скрывать? В общем, первый успех и даже финансирование этих очень мощных и, безусловно, талантливых и ярких телевизионных работ группы Мэри Поппинс было за счет того финансового успеха, который был у группы Ляпи Струбецкой и конкретно Сергея Михалка. Стартовать сейчас в Монтане – это что? Ну, как бы собственная инициатива, собственный ресурс, и пока не надоест. Потому что, в общем-то, дальше в современной ситуации нужен какой-то или финансовый партнер, или какой-то поддержка, скажем, какой-то медиаресурса. Ну, во-первых, все в порядке. Трудностей не будет. Ну, как бы необходимости зарабатывать деньги у меня нет. Но я просто сейчас хочу это делать. И я это делаю просто в свое удовольствие. Вот так, как хочу. У меня нет продюсера и не будет. В принципе, я все делаю сама. Так, как хочу. Это была моя мечта. И так, как есть. Ну, с вами же ездят музыканты. Им же тоже надо кормить как-то свои семьи. Ну, во-первых, они пока еще имеют свои доходы. То есть мы все делаем это для удовольствия. Ну, например, как футбол-слим. Понятно. Как долго это продлится, Павел? Сколько будем хотеть. Сколько мы будем получать от этого удовольствия, столько это и будет. То есть мы являемся свидетелями вот того, когда этот проект возник просто в удовольствие. Хорошо. Давайте попытаемся восстановить паузу вот этих нескольких лет после того, как Мэри Поппинс закончилась и вернулась в Монтану. Что было самым ярким впечатлением за эти годы? Знакомство, встреча, поездка. Просто вид из окна какого-то города. Вот первое, что пришло в голову, это пилотирование легкого самолета. Я училась летать на Firefly и в основном делать фигуры высшего пилотажа. Вот это я помню посекундно, как сейчас. Это была детская мечта. Вот полетать так, вот прям как хочу. Как хочу и не волноваться. Олеся, в финале такой вопрос. Я помню давно, когда мы еще сотрудничали вместе здесь, в Минске, вы мне посоветовали такой документальный фильм, который в свое время произвел большой фурор. Он называется «В зависимости от перевода» или «Секрет», или «Тайна». Суть его в чем? Что если человек очень сильно чего-то хочет, то желания всегда материализуются. И вселенная готова отозваться на искренние пожелания. И тогда вы мне рассказывали о том, что вы настолько желаете этого успеха, который должен прийти группе Мэри Поппинс уже за пределами Беларуси, и вы думаете, что это обязательно произойдет. Вы были уверены, что это случится. Итак, «Секрет» подтвердил свое существование за это время? Этот фильм частично прав, но не так все буквально, конечно. Иногда ты просто в процессе меняешь свою мечту. Вот я то, чего хотела, я достигла раньше времени, уже здесь. И я поняла, что это немножечко утомляет. И я поняла, что я не то чтобы очень хочу, чтобы меня знал каждый человек. И я когда уехала, я ведь сбежала. Я, может быть, даже себе не отдавала отчет в этом сознательно. Но я подсознательно хотела... У меня была мечта пожить человеческой нормальной жизнью. И я ее получила. И главное, ну не просто нормальной, а я имею в виду не артисткой. У меня была иногда мечта полежать на диване один день. Вот я живу как человек, не артисткой. Даже не собираюсь быть артисткой. И я при этом все равно счастлива. Поэтому Монтана сейчас это такая как бы... Это просто течение жизни. Это не желание взлететь на Олимпу. Нет, у меня поменялись мечты. У меня нет сейчас такого вот соревновательного там синдрома. У меня нет желания там кого-то обогнать. Я даже не знаю, кого надо обгонять. У меня 15 лет телевизора нет. Поэтому вот если мне хочется что-то делать, то я это делаю. И слава богу, допустим, у меня есть возможность такая. И поэтому прекрасно. Вот все срастается. Вот само все происходит. Вот эти вот ребята, которые мне писали, которые не отставали, которые в конце концов оказались такими классными музыкантами. И то, что мы сейчас делаем, мы сейчас без клавиш играем с двумя гитарами. Это совсем другая музыка. Ну, немножечко другая. И то, что в этой первой песне, это немножечко непоказательно. И мне вот нравятся другие истории, чтобы все менялось, чтобы было что-то новое все время. Как сейчас. Олеся, я желаю удачи группе «Монтана». Я поздравляю всех ваших поклонников и себя лично с вашим возвращением на сцену. Я думаю, что мы получим большое удовольствие от ваших концертов. И надеюсь, что это очень сильно оживит жизнь музыкальную и в Беларуси, и не только. Будем стараться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...